Всем привет, друзья! Сегодня мы приготовим очень вкусные воздушные рогалики с шоколадом. И первым делом займемся дрожжевым тестом. Берем теплое молоко, сюда отправляем сухие и быстродействующие дрожжи, ванилин, сахар, соль, столовую ложку меда. Если по каким-то причинам вы не употребляете мед, его можно заменить столовой ложкой сахара. Все хорошо перемешиваем и сюда будем просеивать муку. Сразу муку всю не просеивайте, мука у всех разная, кому-то понадобится чуть-чуть больше, чуть-чуть меньше. В общем, если вам не хватает муки, добавляйте по столовой ложке. И замешиваем тесто. Тесто должно получиться очень мягким. Вымешиваем его где-то 5 минут и теперь сюда добавляем растительное масло. Поначалу будет казаться, что масло вообще никогда сюда не вмешается, но по истечению 3 минут масло хорошо вмешивается и получается очень эластичный, мягкий комочек теста. Накрываем его пленкой и убираем в теплое место без сквозняков на 1 час. Тем временем берем шоколад и сливочное масло. Все это ставим в микроволновку, нам нужно буквально чуть-чуть подтопить, но не кипятить. Все хорошо перемешиваем и соединяем. Получается вот такая вот жидкая смесь, но сейчас она остудится. Берем растительное масло, смазываем им рабочую поверхность, достаем тесто, оно увеличилось в объеме. Домешиваем и больше мы не добавляем муки. Делим тесто, я его делю на 16 кусочков. Каждый кусочек нужно свернуть в кружочек и все это уложить под пленку, чтобы пока мы занимались одним тестом, другое у нас не заветрилось. Теперь каждый кусочек нужно раскатать. Обратите внимание, что раскатываю это все на растительном масле. Вот буквально чуть-чуть в рабочую поверхность смазала растительным маслом и тесто к поверхности уже не липнет. Растягиваем его вот так вот в такой овал. На самый край выкладываем начинку, она у меня застыла, так и должно быть. Накрываем тестом и хорошо залепляем этот край. Далее делаем вот такие вот полосочки. И легко заворачиваем рогалик. Выкладываем это все на противень, застеленный пергаментом, либо на силиконе. Накрываем пленкой, оставляем отдохнуть в теплом месте без сквозняков на 20 минут. Через 20 минут снимаем пленку. В это время духовка должна быть уже разогрета до 180 градусов. Берем яичный желток и молоко. Одну столовую ложку. Все хорошо перемешиваем и смазываем рогалики. Если вы не употребляете яйца, можете просто смазать одним молоком. Хорошо тщательно все это мы смазали и убираем в духовку 180 градусов 25 минут. В итоге получается вот такая вот красота. Очень вкусные, воздушные, мягкие рогалики у нас готовы. Сколько бы вы их не приготовили, их всегда кажется мало. Обязательно попробуйте их сделать. Приятного вам аппетита! Если вы приготовили по нашему рецепту, пожалуйста, оставьте свой комментарий. Еще больше рецептов вы найдете на нашем канале. Друзья, подписывайтесь, ставьте лайки. Нам будет очень приятно.